В Виноградный сельский округ входят три населенных пункта. Поселки Виноградный, Суворов-Черкесский и хутор Уташ. Общая численность населения более 6,5 тысяч человек. За прошедший год здесь удалось реализовать сразу несколько серьезных проектов. Сделан капитальный ремонт фасада сельской поликлиники. Открыт хирургический стоматологический кабинет. Приобретен дентальный визиограф. Коснулись изменения и самого поселка. У братской могилы уложили 125 квадратов тротуарной плитки, в сельском доме культуры заменили кровлю. Продолжаются работы по строительству храма. Деньги на купола собраны и уже к Пасхе селяне планируют здесь отслужить первую службу. Кроме этого, Виноградный сельский округ в числе лидеров по спортивным дисциплинам. Победы селян также приносят свои результаты в благоустройство района. Команда спортивная заняла первое место по итогам года среди сельских округов. И в качестве сертификата подарочного нам были выделены 5 тренажерных комплексов. Вот три из них были установлены в поселке Виноградово. В Суворов-Черкесском проведен водопровод и электроэнергия на участки, которые получат многодетные семьи. Произведена замена окон в детском саду номер 27. В Уташе долгожданное событие. Построен газопровод высокого давления. В свою очередь жители рассказали главе округа о своих проблемах. Жалобу на электриков, которые производят спил деревьев и бросают. Слава Богу, если мы успеем позвонить, Александр Анатольевич успеет прибежать и машину поперек поставить, чтобы они убрали за собой деревья. Свалка везде. У нас лесополоса уже до такой степени. Там уже выше растущих деревьев. Здесь же было принято решение подобные нарушения фиксировать на телефон, а фотографии отправлять в городскую администрацию. За нарушение правил благоустройства предусматривается крупный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. По результатам совещания был подведенный итог. Работу главы Виноградного сельского округа признать удовлетворительной. Руслан Душевский, Анапа, регион.